приветствую привет чем занимайтесь вижу вы очень умный начитанный мужчина с вами поговорить и пообщаться давай на как на какую тему ты хочешь пообщаться блин вот я не знаю давайте просто познакомимся ты из какого города сам город киров нет сейчас сейчас где находишься что-то я так и подумал знаешь почему почему по твоей футболке у тебя там алые паруса о 18 год я так и подумал что ты в питере ну блин лайк вам плюсик вот прям да нет нет я честно сейчас по-честному я отработал на вахте заехал к другу в гости вот переночевать на денечек на другой и вот сижу и отдыхаю и вот общаюсь а друг где где друг а друг отдыхает ему завтра на работу пораньше выходить ну надо просто мы дорожные рабочие вот так вот дорожники вот а где ты на вахте был на северах где-нибудь нет я сам по волжье а ты из по волжье приезжаешь в питер работать да нет не приезжаю приехал я был по волжье но с позвонили с офиса как искать инженер гриш помоги в питере игру до базара нет приехал на 20 денечков задержался на полтора месяца вот слушай а чё дорожные рабочие на который ты вот асфальт лопатой раскидываешь или как я вот это все прошел я был дорожным рабочим я это все прошел 10 лет проработал на лопате сейчас я пересел на трактор просто на щетку вот я подметаю дороги при строительстве дорог вот так вот а ты ты подметаешь до того как или после того как в и до того и во время и после вот зачем свежий асфальт подметать я не понял не не асфальт не асфальт то есть пример вот представьте вот у вас например с дорогой на дачу да к примеру полоса туда и полоса и обратно и там ну надо поменять ну и асфальт да да вот ну просто да а поменять ну и асфальт это же надо наверное и поменять ну и обочины с под расширить с чуть-чуть чтобы приготовить свой водоотвор а я понял ты очищаешь обочины от пыли от грязи чтобы они были видны край чтобы был виден чтобы можно было работать я понял вот так вот примерно нет просто дорожные работы это очень широкий как бы сказать это не именно ну и асфальт я понял я понял я понял слушай а вот у тебя есть какие-то твои коллеги дорожные рабочие кто кого в украину забрали воевать ну честно вот честно я понимаю ты ты на стриме да нет нет я не на стриме ну даже если не на стриме но я тебе расскажу у нас ну как бы сам мужиков вытягивали мобилизационные листы приходили да было но у нас организация дорожная и наша организация бронь дала стой что наша организация ездила на украину и и строила окопы для обороны первую линию вторую третью наши мужики дорожники просто им вот прям у нас на работе вот прям говори давайте это в какую в каких районах они строили эту линию не суть важно в итоге они делали эти копы с бетонировали это все плитами закладывали их охраняли с мужики и чеченцы их охраняли и мобилизационные их охраняли это все было вот от линии соприкосновения в 20 километрах это все было и это было и мариупель и херсон и везде везде вот вдоль линии боевых действий это все было наши мужики ездили давно давно ездили не поверишь в сентябре в сентябре с намекали в октябре поехали того года того года а прошлого года не этого года нет конечно того года того года слушай то есть 20 22 года ездили да да вот видишь видишь что получается когда западные союзники не дали вовремя оружие дали вам возможность укрепиться честно честно понимаешь вот простите пожалуйста как бы я мог к вам ну и обращаться вот то что меня зовут владимир не оскорбить простите как я могу к вам ну и обращаться владимир владимир нет не надо я я тебе не дядя почему я дядя я же тебе не дядя зачем ты меня будешь дядей называть я не люблю родственные вот эти вот ну простите владимир понимаете я сам был в шоке там у нас мужики привезли нормальные деньги оттуда просто вы не представляете они там 20 денёчков поработали окопу порыли там у вас земля просто гусянка разувается все слушай а вас а это никого из них у тебя звук пропал звук пропал я тебя не слышу вот сейчас появляется что-то алё не ли мне сейчас просто простить о пошло слушай а никого там не грохнули из этих рабочих ваших не накрыло никого да а ты чё а ты чё не поехал заработать туда большие бабки честно как бы сказать звали рабочих я на технике нас не притягивались туда а на технике вас не брали до туда да но если бы брали с техникой ты бы поехал ну а чё нет действительно почему нет ну нет нет понимаете простите пожалуйста я еду не воевать а что тут и дело что тут и съедать я же не воевать еду нет ты знаешь когда ты делаешь окопы да окопы для захватчиков это называется воевать и эти рабочие должны точно так же отвечать перед законом как и люди которые сидят в окопах такие же захватчики правы вы совершенно правы вы ну только понимаете в чем вот чем беда всех этих размышлений право карать появляться только у сильнейшего у победителя вот чем беда а украины не победитель простите евро европа не победитель вот видите разбудился и чувак приехал оттуда психует простите пожалуйста слушай ну смотри почти два года идет война и чем вы гордитесь ваша вторая армия в мире тем что вы только забетонировали окопы и пока и пока вы держите наступление украинцев это что ты реально считаешь это победой ну понимаете победа вообще слово непонятное что значит победа вот к примеру вот просто как сказать с противоположностью я вот подрался с мужиком да мужик пристал к моей женщине я ударил ему по лицу он меня просто я уехал ты понял что он сейчас делать с тобой будет вот так он был нервный по оцелению своего времени а почему он нервный? да потому что с контузией по чуть-чуть и все а откуда у него контузия? он воевал в Украине что ли? нет он там делал с окопы а он делал окопы там? да мало его контузило слушай надо было побольше надо было надо было надо было ладно давай не будем вот сейчас вот смириться чем-то и как-то а вот прости меня пожалуйста а как ты думаешь чем закончится вот этим все чем закончится победа Украины естественно говорят что F-16 вот-вот сейчас могут уже прям подойти раньше говорили март-апрель а сейчас Нидерланды вроде бы готовы уже начать передавать если даже уже не передали F-16 они должны 18 штук передать представляешь одна только страна небольшая очень страна Нидерланды понимаешь да 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 18 F-16 а потом придет еще столько же еще два раза постолька как ты думаешь это поможет Украине ваши бетонные укрепления помогут от ракет с F-16 ну давайте честно я вот не военный аналитик не сутротек не политолог я траекторист вот я хочу то чтобы вы у себя в голове зафиксировали мнение траекториста просто простого мужика русского траекториста ни политика ни социолога не вот саглите даже если вам дадут ну сколько вы сказали с 18 F-16 это только Нидерланды передадут 18 одна маленькая страна а таких стран очень много разных и намного больше крупнее а давайте посчитаем сколько ну вот F-16 поднялся в воздух так или иначе он виден что бы что ни говорил он виден и что что он виден три ракеты нет F-16 какие 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 ракеты спросите у дяди он там разбирается я я траекторист так вот смотри F-16 да F-16 да видит ваш самолет то есть аналог аналог это ваш да ваш Су-35 вот да они наверное да они смотри они когда вот друг на друг летят навстречу друг другу F-16 его видит а этот даже еще не понимает что его видят за 10 километров и ракета из этого уже летит а этот еще не понимает ваш что он уже смертник понимаешь F-16 видят намного намного дальше и ракеты заметно дальше летят чем на ваших понимаешь то есть вы потеряете господство в воздухе целиком ты знаешь что несколько дней назад ваши Су-34 это бомбардировщики их сбили три штуки за один день на крымском направлении на левом берегу Днепра знаешь об этом не слышал об этом нет у 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 именно поэтому своим обработанным пропагандой умом ты не можешь понять что Украина уже победила дело времени когда вы это конкретно увидите когда будут выбрасываться ваши да это долгое время это еще может уйти с учетом того как вы там окопались долгое время но ты будешь свидетелем тому как ваши оккупанты бегут из захваченных земель убегают поэтому насчет победы России и про игрушку Украины ты погорячился понимаешь дорожные нет 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 прости меня пожалуйста я не говорил не про победу России я спросил как вы видите ты говорил что Украина ты говорил что Украина ты говорил что это право сильного а Россия сильная потому что она побеждает вот что ты сказал а я тебе говорю ты заблудаешься ты заблудаешься побеждает побеждает Украина Украина побеждает нет понимаете у нас в России непонятно что такое победа я вот честно не понимаю я вот честно понимаю да я тихо разговариваю все понятно в России ты заебал перед этим их с вами подгибать черти ебаные передачу придумать да тихо не кукарека эй орк не кукарек не позорь меня скажи ему чтобы он не кукарек он меня не слышал жалко он пообещал приехать к вам да я слышал я слышал да он приедет он один раз приехал его контузило второй раз приедет контузия он уже не отделается можешь ему этому передать хорошо жалко что его только контузило первое ладно прощитить нет ну прощитить пожалуйста давайте поговорим пожалуйста не про события россии и украины а про что-нибудь другое нет про что другое я с вами с представителями страны захватчиков я бы нет простите меня я не волью я не хочу вольны я ничего не поддерживаю лишь бы да и бог закончилось договорились как бы договорились как получится мы будем дружить мы будем общаться у нас вот честно вот мы с вами общаемся я вам ничего плохого не сделал договориться можно только таким образом что вы убираете всех своих оккупантов со всех оккупированных земель и после этого начинаются переговоры это единственный договор который может быть между Россией и Украиной вот и все вот вот смотрите даже вот все Россия отступила 91 год границы все вернуло Крым просто вот давайте погодим на этой мысли все мир вот просто мы друзья братья выплачиваете выплачиваете репарации много лет да 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 тогда будет уже разговор с новыми другими поколениями о друзьях о братстве и так далее да 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 вот нет я пытаюсь вам сейчас эту свою мысль за каждого убитого давайте килограмм золота от России даже вот у вас такого количества золота нет даже близко и не будет никогда на будущее на период на 50 лет мы будем это выплачивать простите не хватит у вас столько золота не хватит нет у вас столько золота почему вы мне не даете говорить пожалуйста ну давай говори говори вот мы за каждого убитого выплачиваем килограмм золота за ущерб дом там выплачиваем определенный ну короче все вот определили цену вот этих всех событий в границе пошли просто вот просто вам как взрослому мужчину просто вот вопрос а как мы дальше будем жить вот просто вам вот вот я вот не боюю я готов ответить не надо быть таким многословом я готов ответить как дальше будем жить дальше будет граница между Россией и Украиной россияне are not welcome на территорию Украины россияне это отстой вас нельзя пускать ни в какую страну пока не сменится несколько поколений и не поменяется ваше фашистское имперское мышление вот и все вот честно вот вот вы опять про как это сказать нациализм поле я простой рабочий мужик я не бою я работаю я к тебе хочу приехать в гости познакомиться вы уже приехали вы уже приехали с автоматами с ракетами на танках уже приехали все я тебе отдал репарации все вот когда отдашь я тебе принес куток золота я тебе куток золота да 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 вот когда вы выведете всех своих орков когда ваши все орки выйдут когда вы отдадите вот это золото репарации вот тогда и начнется только разговор а сейчас какой смысл бред вот этот выслушивать для чего мне например не нужно терять на это время я не вижу я хочу у тебя узнать чего у нас есть общего на чем мы хотим ничего нет общего ничего на сегодняшний день ничего нет общего у вас фашистское государство а украина государство которое стремится к цивилизационным ценностям и идет в европу все в разные направления два государства идут ничего общего кроме границ к сожалению смотри смотри государство то и иду а люди то они не а государство выбирает государство формируется не людьми нет конечно а кем политтехнологиями а политтехнологии это не люди у вас в ноябре тринадцатого года дети привели к четырнадцатому году к майдану дети блять дети четырнадцать шестнадцать лет с кокаином не орали я я вот простой русский ты сейчас врешь никакие не четырнадцать лет ты врешь не 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 перебивай пожалуйста меня говори говори деревянный сейчас по морде оттуда друзья напишите как вы думаете получил он по морде или нет от своего фашистского друга за то что тут ему три раза сделал замечание что он спать из-за него не может от контуженного друга получил по морде в конце получил по морде от контуженного друга это название ролика прям просится такое м м м м м м м м answering . Субтитры создавал DimaTorzok